На этом видео, которое вы видели до этого, моя бабушка спускается вниз по лестнице в своем доме. Однажды мы с ней вышли к врачу, и я должна была ей помогать спускаться по лестнице, потому что для нее это очень тяжелое испытание, она останавливается на каждой ступеньке, ей тяжело и так далее. И оказавшись внизу, я вернулась и увидела, что путь моей бабушки похож на серию фотографий Майберджа, когда движение развито на маленькие отрезки и монтируется в нашей голове в какую-то плавность. И у Майберджа это молодая девушка, здесь я увидела бабушку и поняла, что это очень величественная красота. Я учусь в школе ротчинга, и у нас есть такие технические задания. Я решила, что нужно попробовать одну из них снять с вовлечения моей бабушки. Но так как она очень редко выходила, и ей это было очень сложно, я ждала лето. Но не дождалась, моя бабушка умерла. И теперь у меня остался только дом, который у меня ассоциируется, конечно, с ней. Этот дом, он тоже такой, он остался пустой в каком-то смысле, потому что это четырёхэтажный небольшой дом, который много лет, примерно с 98-го года, наверное, пытались расселить. И моя бабушка, и кто-то разъезжался, но моя бабушка была в числе этих активистов, которые боролись за то, чтобы остаться там жить. И сейчас это, не знаю, может быть, семь человек осталось на весь дом. И когда ты поднимаешься в её квартиру, ты видишь такие распахнутые коридоры с пустой мебелью. Или бывают ещё коридоры для муниципального жилья, кажется, для полицейских, с такой выкрашенной красной полоской посередине между серым и белым. Но там никто, кажется, всё равно не живёт. И мы просили её, и предлагали, что, может быть, надо тоже переехать. Но она часто говорила, что меня отсюда вынесут ногами вперёд, и не хотела никак съезжать. Собственно, как бы так и оказалось. Вот, и поэтому мой невозможный проект нереализуемый, потому что нету человека, с которым я хотела это сделать. И я просто не успела, и мне кажется, такое, видимо, часто бывает в жизни, что кто-то что-то не успевает, и проект становится невозможным. И я слепила в её память такие маленькие скульптуры, напоминающие мне о каждой остановке на ступеньке, которую она делала, чтобы отдышаться и прийти в себя, чтобы добраться сил и делать следующий шаг. Вот. Поэтому я тоже хочу их вам показать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...